Транспортный коллапс – словосочетание, которое все чаще появляется в лентах новостей то одного, то другого региона. Сбои в работе пассажирского автотранспорта случаются то по одной, то по другой причине. Пассажиры все это переживают, стоя на остановках по долгу или толкаются в давке в полных салонах автобусов. Проверим, почему никак не могут наладить работу пассажирского автотранспорта. Удобно по городу передвигаться на автобусах? Этурвал у них какой? 5-7 минут, ждешь по полчаса порой. В 8 часов стоишь в сортировке домой, кодука, толком не уедешь. Вот здесь очень плохо, народу очень много. Хоть и они где-то минут 20 за другом идут, все равно, там кучка. Водители автобусов, маршруток, они лихачат и очень быстро ездят, и это очень неприятно. И они в основном опаздывают. То есть мы ждем по 30-40 минут на остановках, мерзнем. Обидно, когда ругают водители автобусов? Ну, конечно, обидно. Мы с утра, с 5 утра, когда город спит, мы на работу выходим. Когда они уже дома со своими детьми поужинают, мы еще находимся на работе. На сегодня на линии порядка 70% автобусов находится на линии. Ну, из положенных 100%. И автобусов местами не хватает, но, по большей части, это нехватка водительского состава. А автопарк как-то наказывается? Или выбора нет? Шесть автопарков, не хватает автобусов, не хватает людей. Как мы их накажем, если все равно нам надо кого-то выпускать на маршруты? Ну, да, так и есть. Мы можем писать им замечания, но они могут их продолжать? Нет, почему? Они реагируют на наши подписания, на наши замечания, да. Просто здесь рынок такой узкий, что мы не можем так, скажем, уходим и сейчас найдем другого перевозчика. Проблема. Да, потому что на конкурс выставляем маршруты, там заявка всего лишь, там, один автопарк заходит. Конференции здесь особо нет. Потому что нерентабельный бизнес. Это будет муниципальный парк или какой-то. Проблемы будут одни и те же, я вам скажу. У всех одни и те же проблемы. Сказать, что открыть там муниципальных парков несколько решит проблему, я бы сказал, нет. Об окупаемости нельзя говорить, потому что пассажирский транспорт, он планово убыточный всегда был. Мы испытываем сегодня дефицит кадров. Ну, это связано и с обучением, это связано и с популярностью профессии этой. Сколько у вас сейчас недобор кадров? Ну, порядка где-то 150 человек. Мы бы хотели бы. С недавнего времени получить категорию D, то есть для управления большим автобусом, стало немного сложнее. Изначально должен быть стаж вождения категории D1. Это автобусы до 16 посадочных мест. Ну, и для получения категории D водителю должно быть более 25 лет. Об этой проблеме, ну, как бы уже говорят много. Мы тоже поднимаем эти вопросы, пишем соответствующие письма в министерство. Ну, пока решение не найдено. Зарплата наших водителей один из высоких в стране, можно даже так сказать. И тем не менее нету водителя. И тем не менее есть дефицит. Водитель должен при смене работать. То есть вот до обеда, я утрирую, до обеда один, после обеда второй. Вот. К этому мы должны идти. Ну, сегодня у нас пока что работает один водитель, работают пять дней и два выходных. А сколько зарплата кондуктора вам требуется? А, вот это. Шесть тысяч каждый день. Шесть тысяч? Да. Каждый день водителя, кондуктора зарплата? Да. Это официально они не работают. А? Они официально не работают. Это только наличкой? Да. А у вас какая зарплата? Около трехсот. Есть своя мотивационная система. Надо это все выполнять, ты получаешь премию хорошо. Водители все объясняли вот эти гонки и соревнования на остановках тем, что они гонятся за выполнением этого плана. Из-за этого вот это вот все происходит. Это правда или все-таки? Ну, я от своего опыта вам скажу честно, да, я сам здесь давно же работаю. Как я план набираю? Ну, соответственно, мы должны быть всегда впереди. Если сзади едешь, ты ничего не получаешь. Сколько должен, по вашему мнению, сейчас получать водитель? Вот если бы была возможность, как бы оценили бы труд водителя? Я думаю, что его было бы достаточно, если уменьшить баланс рабочего времени. То есть двусменное. То есть, если говорят, вот именно на тот баланс, который сегодня тяжелый, они работают, они должны где-то 1500 минимум получать. Но у вас пока экономически не получается платить столько, да? Мы и так стараемся, чтобы у водителя была высокая зарплата. У нас в 2020 году в связи с пандемией три автобусных парка прекратили свою деятельность. Средний расчетный тариф по городу составляет 280 тенге. То есть разницу в 200 тенге Акимат обязан компенсировать. Потрясающая сумма, 280 тенге, и это все ложится на бюджет. Уже 9 лет тариф удерживается, и все это происходит благодаря субсидированию. Сейчас сколько процентов у вас все-таки открывается субсидированием ваших расходов? 33% от общей суммы у нас субсидировали в 2021 году. 33%. Как вы при этом выживаете, еще не закрылись? На сегодняшний день у нас есть кредиты, немаленькие. Мы обслуживаемся в банках. Вот таким образом мы выживаем. Экономим, эксплуатируем 30-летние автобусы. Вот выживаем. В связи с тем, что у нас очень мощная материально-техническая база, мы можем еще, знаете, где, может быть, запчасть нужно заменить, мы его отремонтируем. У нас есть такая возможность. К сожалению, не у всех есть такая возможность. Из-за чего больше всего ломаются автобусы? Из-за дорог, наверное. Коррекция. Из-за плохих дорог. Реставрация коленчатого вала. Сколько он стоит? Это 300 тысяч. 800 тысяч стоит вот этот. На один автобус. Ну, это на один двигатель, да. Вот. По-хорошему его надо выкинуть, потому что вот носовая часть его, она сломалась. Резьба сорвалась там и так далее, износилась. Мы новую изготавливаем, вот наши специалисты реставрируют. Вот экономят. Так кто решает? Хорошо, а мы вам дадим не 100, а 98 или 95, потому что нам кажется, что вы. Или как кажется? Или на каким основаниям? Здесь уже выделение средств происходит на уровне бюджетной комиссии. Вот бюджетная комиссия решает по мере бюджета, сколько будет выделено средств. Для этого как раз таки вводится сейчас в городе электронная система обилетирования, да. То есть, когда она полностью уже будет функционировать, мы будем видеть точное количество пассажиров, которые они перевезли. Соответственно, мы уже можем прочитать те расходы, которые связаны с перевозками. Вы контролер электронного обилечивания. Работает система? Работает. Или дает сбои? Работает. Основные проблемы какие были, которые вызывали конфликты? Да, люди у нас просто чуть-чуть не понимают, что им лучше будет атак, чем наличкой. Но помните, все кондукторы боялись, что останутся без работы, и это будет проблема? Наоборот, они сейчас хотят, чтобы побыстрее это все было. А зарплата тут выше, чем у кондукторов получается? Или как? Ну, тут официально, вот в чем суть. Уже более 50% транзакций проходит по безналу. Единственный последний момент остался, когда мы уже увидим больший прирост, это вот дифференцированный тариф. При оплате карты останется тариф прежний в 8 синге, при оплате наличными планируется его увеличить. Мы подали соответствующее постановление в Министерстве юстиции, но пока этот вопрос находится на рассмотрении. Если субсидирование будет на 100%, а не на 30%, горожане могут ожидать того, что будут автобусы до 12, как это было лет 30 назад? Скажите, вот смотрите, по щучьему велению ничего не бывает. На все нужно время. Вот для этого тоже нужно. Нужно определенное время 100% субсидировать, чтобы мы могли построить свою работу таким образом, чтобы пришли водители, чтобы мы обновили автобусы. Это же тоже разом не бывает. Все деньги нужно взять в одно русло, не можем же пустить. То есть мы постепенно должны развиваться. На уровне республики мы следим по финансам. В 2021 году на городские маршруты было порядка 40-48 миллиардов предусмотрено. То в 2020 году. А в 2021 году это уже где-то 92 миллиарда. Это все связано с тем, что в городах тоже внедряется электронная система. Уже показывается реально постсидирование. Акимат убеждается, что действительно столько постсидирование перевозят, что есть эти убытки и уже финансируют. Значит, и уголай, старая корзина. Уличка, форска, форска, форска. Ну что, как мы видим, выход из сложившейся непростой ситуации с общественным транспортом в стране есть. И это увеличение финансирования. Один из способов озвучен совершенно недавно. Государство намерено вложить в обновление автопарка 30 миллиардов тенге. Перевозчики будут получать автобусы по нулевой ставке сроком на 7 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова